А теперь коротко о других новостях. Похитили имущество на 100 тысяч рублей. Региональный следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении двоих учащихся Александровского колледжа. Их подозревают в совершении 10 эпизодов краж из дачных домов сельхозкооператива «Дружба» в Александровском районе. По версии следствия, 17-летние молодые люди на протяжении октября и ноября прошлого года проникали в дачные дома во время отсутствия хозяев. Из 10 домов они похитили имущество на сумму около 100 тысяч рублей. Металлические изделия и провода подозреваемые сдавали в скупку, а вырученные деньги тратили на личные покупки. Часть похищенного изъята в ходе обысков. Расследование уголовного дела продолжается. Следователем иницирована процедура постановки несовершеннолетних на профилактический учет. Эпидпорог превышен. Региональный Роспотребнадзор привел данные по уровню заболеваемости за прошедшую неделю в области. В период с 6 по 12 января в регионе было зарегистрировано 4773 случая острых респираторных вирусных инфекций. Среди них больше 3200 у детей. Среди детей до 2 лет отмечается превышение эпидпорога почти на 10%. От 3 до 6 лет примерно на 2%. И от 7 до 14 на 13,5%. Болеют и в самом Владимире. Здесь за неделю больше 2,5 тысяч граждан обратились в медицинские учреждения. Среди них почти 2000 дети. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области было обнаружено 3 случая гриппа Б. Один в Гусь-Хрустальном и два во Владимире. Достаточно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире и в Собинском районе. Увековечили память. В Центральной городской больнице Коврова состоялось открытие мемориальной доски в честь заслуженного врача России, онколога, почетного гражданина Коврова Евгения Докорина. Он проработал в здравоохранительной системе больше 30 лет. Провел свыше 4000 успешных операций. Написал 4 научные работы по онкологическим заболеваниям. Более 20 лет своей жизни заслуженный врач России посвятил обучению студентов Ковровского медицинского колледжа. Евгения Докорина не стала 10 января прошлого года. Автором мемориальной доски выступил член Союза художников Павел Раскин, а выполнили ее сотрудники завода имени Дегтярева.